Уважаемые коллеги, приветствуем всех, кто находится вместе с нами в прямом эфире, а также и тех зрителей и слушателей, кто будет смотреть нашу запись. Мы вас приветствуем на вебинаре ProJpoint, который посвящен национальному конкурсу проектного управления GPM. Эрвард Враша, участвовать нельзя пропустить. И по мере хода нашего вебинара, эстафетную палочку будем передавать спикерам, которые будут вместе с нами. Ну а сейчас приветственное тоже слово скажет Ирина. Ирина Ткачева, пожалуйста, Ирина, вам слово. Ну я тогда буду просить листать слайды дальше. Рада всех приветствовать те, которые выделили время и присутствуют с нами сейчас онлайн. И также коллег, которые будут смотреть нас в записи. Сегодня задача наша рассказать немного про наш конкурс, который мы проводим уже пятый год в этом году. И основная миссия, это, конечно, мы хотим повысить культуру проектного управления в организациях и, конечно же, увеличить, усилить проектное мышление у специалистов в сфере устойчивого развития. Так как мы сталкиваемся из своей практики деятельности, что не у всех на местах есть проектное управление как таковое, и уж встроенные принципы устойчивого развития в проектное управление – это вообще очень редкий случай. Поэтому вот одна из миссий таких конкурсов, чтобы проектное управление усилено было. Организатор – это, собственно, мы, ассоциация менеджеров проектов «Проектный альянс». Стратегический партнер – Green Project Management. Это наш давний стратегический партнер, с которым мы сотрудничаем не только в рамках конкурса, но и в целом. Наш соорганизатор – уважаемый аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Мы очень рады, что мы идем в одном русле, в одном мышлении, в одном направлении. И рады, что наш такой сильный союзник поддерживает все наши начинания. Собственно, сегодня структура вебинара какая? Мы разберем, зачем нам участвовать в конкурсе, нам, вам, всем, кто еще не участвовал, кто участвует повторно. Услышим тех, кто уже участвовал, их уникальный опыт и польза, выгода. У нас сегодня на вебинаре присутствуют участники, которые уже прошли этот опыт. Также мы немножко расскажем, как правильно все же подать заявку и отчет, и как выгодно в этом отчете подсветить ваши сильные стороны, что значительно усилит вашу экспертность уже на входе этой информации, на входе заполнения отчетов. Также разберем семь ошибок при подаче заявки, что же может пойти не так уже изначально, и как можно этого избежать. И получим пять лайфхаков, которые пригодятся не только тем, кто принял уже решение участвовать в конкурсе, но и тем, кто собирается это сделать, и, возможно, не в этом году, но в будущем, ну и, в принципе, применит их в работе. И ответим на вопросы, чего все же не стоит делать при прохождении этапов конкурса и каких подводных камней избежать. И, собственно, поставим правильно запятую, все же участвовать нельзя пропустить или участвовать нельзя, запятая пропустить. Это мы уже как бы в итоге придем к этой мысли и поставим в нужном месте эту запятую. Обращаю внимание еще на чат. Коллеги пишут технические некие моменты в рамках проведения вебинара, чтобы не отвлекать всех внимания. Пожалуйста, у кого есть возможность, прочитывайте. Ну что ж, в этом году этот пятый юбилейный сезон, как я уже сказала, у нас большая география участников, это 25 регионов Российской Федерации, что немаловажно. И те, которые регионы думают, да нет, это связано с Москвой, с Московской области, это далеко не так. А у нас есть 32 уважаемых наших партнера конкурса, которые с удовольствием поддерживают информационно конкурсы, такое начинание, и тем самым способствуют увеличению вот этой, ну как бы, компетентности сотрудников, в том числе проектного управления, в устойчивом развитии, то есть повышают их осведомленность, что же происходит. На последней конференции, которая проводилась в декабре 2023 года, у нас было 750 плюс участников. И обобщая опыт четырех лет, мы подготовили первый аналитический доклад для правительства Российской Федерации, в котором как раз провели статистику, и частичную статистику вы увидите сегодня, и побольше информации содержится в этом аналитическом докладе, который мы представим попозже во всех наших сетях. Также рекомендации от признанных отраслевых экспертов, которые также поддерживают наш конкурс и подтверждают вот эту вот необходимость и как бы желательность участия в нем. Также благодаря нашим партнерам и не только медиаподдержка, уже с охватом до 50 тысяч просмотров. Ну и, собственно, продвигающие мероприятия онлайн и очно, и широкая партнерская поддержка для участников, которые приняли участие в конкурсе прошлых лет, или текущего года, или будущих. Такие вот у нас мысли. Кратко о структуре. То есть в конкурсе у нас четыре направления. Первое — это проекты, такой наш локомотив, это как раз про него я чуть-чуть расскажу попозже. Также есть номинация «Люди». Это номинация, это не конкурс, это номинация, в которой мы отмечаем людей, вносящих свой вклад именно в устойчивое управление проектами, и которые всячески этому способствуют, реализуя свои проекты или же занимая определенную должность, и тем самым в компании повышая осведомленность и экспертность компании в этой области. Есть направление исследования. Это направление посвящено изучению или студентов, или вузов, или бизнес-среды по устойчивому развитию, по проектному управлению с принципами устойчивого развития. Это тоже количество участников растет с каждым годом, и получается уже мы вводим разные номинации в рамках этого направления, и у каждого есть возможность заявиться с тем или иным исследованием. Еще одна номинация от наших партнеров, второй год у нас присутствует в конкурсе, это «Зеленый офис», «Грин офис». Это коллеги, и они дают свои премии и призы тем, кто обустраивает именно офисы непосредственно с принципами устойчивого развития, и оснащая офисы в своей работе, все эти принципы учитывают. В прошлом году тоже мы присутствовали в номинации у наших партнеров и отметили с нашей стороны три таких больших проекта, которые совершенно замечательно встроили в свою работу все пожелания и принципы устойчивого развития. Так, микрофоны все. Андрея попрошу выключить или сама выключу. Так, теперь немножко расскажу подробнее про направление проекта, наш локомотив, с которого мы начинали. Тоже обращайте внимание на статистику, можно сказать, что среди участников это и госорганы, это и крупный бизнес, малые и средние компании, совершенно разные структуры. Поэтому можно совершенно спокойно не стесняться формы организации и участвовать. Конечно, степень развития проектного управления у всех своя, своя разная, но в этом уникальность. Даже на маленьком предприятии можно сделать и выстроить процессы так, что это все будет способствовать. Можно еще назад немножечко? Да, вот, еще вот возвращаясь, да, опять же, да, что за четыре года именно вот эти предприятия, они приняли участие из 25 регионов и были поддержаны 54-мя инфопартнерами, которые освещали все события. Да, теперь можно дальше. Какие категории проектов? Тоже часто спрашивают, можно ли участвовать, или это только эко-проект, или это только про экологию. Совершенно это не про экологию только, потому что часто у всех есть такая связка, раз это устойчивое развитие, то это только с экологией. И вот партнеры, ну, участники, которые пройдя уже все этапы, понимают, что это совершенно любой бизнес, любые процессы могут встроить в свои проекты некие метрики и для расчета социального эффекта, и экономического эффекта, и экологического, конечно, эффекта. Поэтому это про все проекты, это не только про экологические. У нас были и социальных проектов много, экологических, само собой, в том числе. Есть и бизнес-проекты, и, казалось бы, государственный сектор, инфраструктура развития территории, были проекты здравоохранения и медицины, а также, как ни странно, IT и информационные технологии тоже, в том числе реализуя те или иные проекты в этой сфере, также все прекрасно оценивается, выстраивается и так далее. Также туризм, ресторанный бизнес и другие. Поэтому здесь тоже нет ограничений совершенно. Что это дает? Ну, во-первых, участие само. Это профессиональная оценка проекта асессорами. В чем тут такая фишка? В том, что у нас асессоры, они профессионалы в своем деле, и асессоры не участвуют в нескольких одинаковых проектах, и тем самым соблюдается объективность. Участвуют в оценке проекта два асессора, один ведущий, другой просто асессор. И, как правило, один эксперт в той отрасли, в рамках которого пришла заявка на проект, и второй эксперт обязательно в проектном управлении. И как мы столкнулись, есть, конечно, коллеги, над чем работать. Это вот как раз, возвращаясь к миссии, есть куда нам всем с вами совершенствоваться. Это, конечно же, публичная поддержка проекта и на площадках нашего организатора ассоциации менеджеров проектов. Как мы сказали, что здесь очень много и количество партнеров растет. Также совершенно привлекательным является масштабное мероприятие. Это традиционная наша итоговая конференция, которая проводится тоже по разным секторам и включает в себя как контентную часть, то есть такую пользу, которую можно получить, придя на мероприятие, послушав что-то новое, какую-то для себя информацию. В то же время церемония награждения также проводится на итоговой конференции. Получение как раз статуса пеналиста или победителя. Это первое, второе, третье место в конкретной категории, потому что все делятся проекты по категориям и уже соревнуются в рамках своей категории. То есть, что тоже как бы есть, соблюдаются некие такие вот правила, и ты можешь посмотреть, насколько, ну, каждый участник может посмотреть, насколько его проект именно в своей категории конкурентоспособен, да, или там больше как бы уделяет внимание принципам устойчивого развития. Как вы можете посмотреть, это вот незначительная часть только наших финалистов-победителей за четыре года. Все логотипы называть не буду, они все известны, все понятны. Собственно, можете их посмотреть. На сайте нашей компании также находится более подробная информация про финалистов-победителей всех четырех лет и с описанием их проектов, с презентацией, с видеороликами. И, собственно, следующий участник нашего сегодняшнего вебинара это Ян Янович Розе, который, проект которого участвовал в прошлом году и был... Всем добрый день. Меня зовут Ян Розель. Я эксперт департамента экономики Ямал-Ниньского автономного округа. В нашем регионе лидерство по ESG установлено как один из приоритетов в департаменте. В прошлом году мы выступали с двумя проектами. С обоим мы победили, заняли второе место. Это «Профи Ямала». Смысл проекта в том, чтобы создать онлайн-канал привлечения неравнодушных людей на вакансии в отдаленных поселках, вакансии врачей-учителей, то есть те, которые мы могли бы непосредственно трудоустроить и воздействовать на их условия. И второе – это разработка концепции и отчета об устойчивом развитии Ямал-Ниньского автономного округа. В рамках данной работы хотел бы поделиться радостной новостью. Мы получили рейтинг 2А у Национального рейтингового агентства. Теперь расскажу. Он в ближайшее время будет доступен, концепция для всех интересующихся. профессионалов и просто неравнодушных людей. Хотел сразу поблагодарить организаторов за возможность поделиться опытом. И сегодня расскажу о трех ключевых инсайтах и трех причинах участвовать в конкурсе. Исходя из того, какие разделы в заявке есть, хотел выделить ключевые инсайты для разных этапов. Если брать этап инициации, то здесь можно обратить внимание, что когда мы даем мотивирующую часть для проекта, мы можем сослаться на большой объем той нормативной информации и НПА, которая уже разработана самыми различными участниками рынка. От Центрального банка до ассоциаций кластеров и технопарков РФ. То есть нормативки очень много. Это то, что дает существенный методологический фундамент для рынка, ИСДЖИ и для ИСДЖИ проектов, соответственно. Те 25 ссылок на информацию, которые предусмотрены в заявке, заполняются мгновенно, исходя из этого. Второй – это этап мотивировки проекта. Вообще понять ключевые положительные метрики ЦУР и ИСДЖИ, которые можно указать в проектах, это очень разносторонний взгляд на проект. И иногда неочевидно, безусловно. В рамках нашего проекта «Грофи Ямала» мы вышли на такую статистику, что 70% соискателей обращают внимание на бренд работодателя. И исходя из этого, мы сделали идею работы в удаленных поселках как, скажем так, брендовую историю, по сути, взаимосвязанную с брендом округа. Что это не просто какая-то высокооплачиваемая работа на труднодоступной территории, но это непосредственная польза на месте для тех людей, которые в ней очень нуждаются. Полярная ночь, суровые погодные условия, температура – это все, безусловно, не оставило равнодушным… Такая подача идеи не оставила равнодушных тех людей, которые как раз-таки, по сути, обращают внимание на ЦУР. Это такие, как доступность образования, равные возможности, гендерное равенство и так далее. На этапе вовлечения стейк-колдеров мы хотели отметить пересечение интересов частных и государственных компаний. Я думаю, это будет для многих актуально. Здесь хотел привести в пример исследование Национального ESG-Альянса по поводу, называется оно «Территории бизнеса территории». Там как раз-таки очень хорошо описывается пересечение интересов компаний, и их позиционировано на территориях, в том числе добывающих, естественно, регионов. Как, соответственно, проводится работа по отображению того вклада, в который может компания внести территорию и так далее. Теперь хотел рассказать кратко, зачем же участвовать. Присутствуя на мероприятии в финале, удалось понять многообразие темы и понять, какие дополнительные инструменты и модули можно включить для нашего проекта. потому что перечень участников, он действительно существенный, абсолютно из разных областей, методологи, практики, лидирующие управленцы с точки зрения движения проекта. Также удалось лучше понять и стать ближе к международным стандартам, что актуально для тех проектов, которые, возможно, в дальнейшем хотели бы ориентироваться на ESG рынки дружных стран, вовлечении стейкхолдеров оттуда. Актуальность, потому что на этих рынках никуда не ушла ESG. Ну и последнее, что наиболее специфическое, для госслужащих арктической зоны Российской Федерации ESG вообще можно рассматривать как часть арктических компетенций. Модерация работы компании ТЭК с местным населением, с корпоративной социальной ответственностью наиболее прозрачна как раз-таки в рамках данного фреймворка, который понятен всем участникам. И я думаю, что благодаря такому насыщенному составу участников можно найти для себя какие-то конкретные лучшие решения, которые уже применить в практике. Большое спасибо. Ян Янович, огромное спасибо. Коллеги, меня зовут Оксана Клименко, собственно, основатель и директор этого конкурса много лет уже подряд. У меня к вам вопрос, если позволите. Да, конечно. Вы с нами, да, еще пару минут буквально? Конечно, конечно. Вот смотрите, у нас по этапам конкурса есть этап проверки отчета, когда асессоры просто читают информацию и узнают о вашем проекте. И есть следующий этап, это проведение интервью с вашей командой. Вот меня интересует второй этап, когда было проведено интервью с вашей командой. Какие вопросы задавали асессоры? На что нашим участникам обратить внимание? Как вообще подготовиться к интервью? Какие-то советы, если можно? Да, конечно. Некоторые вопросы, скажу честно, нас удивили. Допустим, когда мы говорили о выпуске отчета об устойчивом развитии, мы даже не задумывались о печатной версии, потому что мы изначально ориентировались на цифровую. И асессоры задали нам вопрос по поводу возможности печати данного материала, если он будет печататься на экологически ответственных носителях, то есть переработанная бумага, какой-то космос, может быть, с точки зрения на пластике, допустим, как банкноты в отдельных странах. Это нас заставило задуматься о проработке вообще, есть ли на территории округа такие печатные компании. И нетипичную, скажем так, с точки зрения позиционирования и практических шагов работы провести. С точки зрения же нашего другого проекта, который был продемонстрирован, профи ENAO, мы поняли, что на каждом промежуточном этапе требовалось показывать результативность. Благодаря этапности конкурса мы смогли заявиться еще на этапе идеи, и по мере накопления данных мы смогли к моменту уже встречи с асессорами дать подробную аналитику по регионам, откуда идут заявки, по возрасту участников, то есть тем самым продемонстрируя, что у нас нет эйджизма в этом вопросе. Разбивка по полу, к сожалению, у нас технической возможности не будет. Спасибо, да, очень интересен ваш опыт. И еще в заключении один вопрос совсем небольшой, но важный. Смотрите, в конце, по итогам конференции, асессоры готовят всегда отчет, который получает конкурсант. И в этом финальном отчете уже даны некие рекомендации, что можно улучшить в работе команды, какие процессы можно усовершенствовать, на что обратить внимание в каждом проекте, в ваших проектах на воздействие, как усилить воздействие на социальный аспект, экологический, экономический. Вот какие из этих рекомендаций уже внедрены, и какие планируете внедриться? С точки зрения рекомендаций мы, безусловно, внимательно ознакомились со всеми рекомендациями экспертов. Некоторые, исходя из нашего целеполагания, которое здесь установлено, мы работаем по системе ОКЕР, допустим, мы вынуждены были сразу исключить. Некоторые мы сразу приняли в работу. С точки зрения тех, которые где-то очень хорошо могут зайти, где-то не очень хорошо могут зайти, мы проектная команда, у нас времени для регламентации очень ограниченное количество. Нам очень понравилось, что эксперты конкурса подсказали, в каком именно формате можно регламентацию и увлечение стейкодеров проводить. И на основе этого мы создали группу по устойчивому развитию в округе, в рамках которой мы как раз-таки планируем принять отчет по устойчивому развитию, чтобы максимальное вывлечение аудитории произвести из непрофессионного числа. Спасибо. Спасибо огромное, да. Спасибо за то, что вы поделились. И я знаю, что Ян Янович у нас приглашен теперь в команду асессоров, и мы это делаем ежегодно. Наши конкурсанты, которые сначала участвуют в конкурсе и проходят все этапы с точки зрения участника, они потом получают приглашение от комитета принять участие в качестве асессора и посмотреть хорошие практики, как реализуются проекты в других регионах, в аналогичном секторе, в госструктурах, муниципалитетах, либо это в бизнес-среде. Я знаю, что Ян Янович уже принял такое приглашение и с радостью будем с вами работать теперь уже в качестве асессора. Благодарим вас. Сердечно благодарим вас. И тогда уже передаем эстафетную палочку Галине Васильевне, которая расскажет с удовольствием о работе асессоров, член правления проектного альянса. Галина, вам слово. Да, добрый день. Коллеги уже осветили основную информацию о конкурсе, раскрыли опыт участия, поговорили про некоторые ошибки, которые бывают на этом пути. Но, в принципе, никакая оценка, это была бы просто невозможна без наших дорогих и уважаемых асессоров. Каждый из наших асессоров – это действительно профессионал своего дела, признанный специалист в своей сфере, как уже сегодня отмечали. И, в принципе, асессоры, они способствуют формированию и развитию некой культуры проектного управления в сфере устойчивого развития в организациях конкурсантов. А работа наших асессоров, она состоит из двух этапов, как уже сегодня упоминалось. Первый, он заключается в заочной оценке корпусного проекта путем именно изучения отчета. И именно поэтому так важно для нас, для всего конкурса, чтобы конкурсанты как можно ответственнее относились к его составлению и учитывали все методические рекомендации, которые получают на входе. Очная же оценка, она осуществляется путем проведения серии интервью с участниками проекта. И в этот момент асессоры уточняют всю недостающую информацию для оценки и составления как раз-таки итоговых отчетов. И по итогам этих двух этапов асессоры могут составить оценочный отчет по проекту, в котором они освещают и уделяют большое внимание удачным практикам проекта, местам, требующим дополнительного внимания, возможным каким-то точкам роста, а также дают свои рекомендации по каждому из разделов, что, наверное, особенно ценно для участников, для конкурсантов, потому что это ведет к последующему развитию проекта. И, что немаловажно, стоит отметить, что асессоры, они оценивают конкурсный проект, но решение о победителях и финалистах, оно принимается все-таки жюри. Поэтому даже при всем желании асессоры никак не смогут рассказать, подсказать конкурсантам до итоговой конференции их результат. Наверное, это из основного, как у нас работают асессоры, а более подробно о самых каких-то важных и значимых вещах, на которые они обращают внимание при оценке и при общении с командой проекта, сегодня нам расскажет представитель наших уважаемых асессоров. Если есть какие-то вопросы, то с радостью на них отвечу. Галина, спасибо вам. Мы к этому вернемся. Сейчас любезно передадим слово президенту проектного альянса Оксане Алексеевне Клименко. Нет-нет, Владимир, давайте Дарью мы отпустим тогда уже в связке с асессорами, а потом я завершающую часть расскажу. А, хорошо, все, тогда любезно передаем слово Дарье Соловьевой, асессор конкурса. Дарья, пожалуйста, спасибо. Спасибо большое. Подскажите, как меня слышно? Все ли хорошо? Слышно хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. Коллеги, еще раз всем добрый день. Спасибо большое за приглашение. Очень рада поделиться своим опытом. Меня сегодня попросили поделиться своим опытом асессора конкурса, а также рассказать, какую ценность я вижу для участников в нем. Немножечко расскажу о себе, буквально пару слов. В сфере устойчивого развития я развиваюсь уже более трех лет. Был опыт работы как в частном бизнесе, менеджером по устойчивому развитию, проектным менеджером в благотворительном секторе, а также в консалтинге. И это уже третий год, когда я присоединяюсь к конкурсу в качестве ведущего асессора. Если говорить про ценность участия в конкурсе, то здесь я бы хотела отметить, что работа проектной команды на конкурсе, как правильно сказала Галина, начинается после именно заявки. Особенность механики нашего конкурса в том, что после подробного изучения заявки асессоры назначают к минимуму одну встречу-интервью с командой проекта. На ней происходит настоящая коллективная работа, где задача асессора — как можно подробнее узнать особенности проекта, данные по нему, которые мы получили в заявке, и дополнить что-то или раскрыть дополнительно. Часто мы запрашиваем дополнительные документы. Также проект разбирается на три компонента — на E, на S и на G, которые мы все с вами знаем. Они оцениваются согласно сформированным критериям в конкурсе. Асессор выставляет баллы на основании информации и документов, которые он получил от команды. Но на этом цель интервью не заканчивается. Вторая, как по мне, самая ценная часть этого этапа — это выявить лучшие инновационные практики на проекте, а также в процессе обсуждения проекта мы говорим про зоны роста и развития его. Таким образом, мы не просто обсуждаем с вами результаты по вашему проекту на сегодняшний день, а также рефлексируем, как проект можно улучшить. Данные рекомендации мы фиксируем в отчете для участников конкурса, поэтому в конкурсе вы получаете не только набор баллов в вашей номинации, но и экспертные рекомендации, какие стороны проекта и как именно их можно в будущем развивать. Я знаю, что некоторые проекты не стали дожидаться окончания конкурса и стали внедрять рекомендации от асессоров параллельно с ними, что, конечно же, очень приятно. И в прошлом году как раз-таки я была одним из асессоров по оценке проекта от Ян Янович, поэтому очень приятно слышать, что хорошие отзывы от нашей работы. Также поделюсь, что мне нравится в работе асессором. Это, конечно же, взаимодействие с абсолютно разными проектами в теме устойчивого развития. Проекты, безусловно, меня очень вдохновляют и показывают, как многогранно можно реализовывать устойчивые проекты. Ну и, конечно же, факт, что я могу быть причастна к улучшению каждого из них, мне также очень ценен. Вот. На этом я бы хотела закончить свою речь и надеюсь, что я смогла вдохновить тех участников, которые еще думают о заявке, или замотивировать тех, кто уже готовится к конкурсу на совместную плодотворную работу. Спасибо. Дарья, спасибо вам большое. Психологическая мотивация это очень важно, как на стадии подготовки, так и участие в конкурсе. Это правда. Пожалуйста, Алексей, вам слово. Да, спасибо. Дарья, успехов как асессору опытному и успехов вашим командам асессоров с оценкой наших замечательных проектов. Спасибо. А мы переходим к следующей нашей части. Да, я пока не вижу в чате вопросов. Может быть, все пока еще информацию переваривают немножко, но не стесняйтесь, задавайте вопросы, чтобы мы могли в завершении нашей презентации сегодняшнего конкурса ответить на них. Так, а видно ли полный экран сейчас? Да, все видно хорошо. Ага, вроде бы выключила. Все, движемся дальше. Да, ну и так напомню, какие у нас основные этапы в этом году для номинации проекты. Это наше флагманское направление. Мы осуществляем прием заявок сразу с декабря на итоговой конференции. Наш типовой жизненный цикл проекта продолжается как раз с декабря по декабрь каждый год. И в прошлом году как раз на итоговой конференции в аналитическом центре мы объявили старт приема заявок на 2024 год. Соответственно, заявки уже поступили, мы их обработали. Тем не менее, несколько из них находятся еще в процессе заявка и отчет. И мы ждем от наших участников, когда они завершат оформление и пришлют это все нам. Соответственно, первый этап заканчивается в конце мая. Мы принимаем заявки. Заявка – это очень простенькая форма. Три таблицы, которые содержат сведения о проекте и сведения об организации заявителей на конкурс. Дальше, что касается формы отчета, то мы понимаем, что это достаточно трудоемкая работа. Как сегодня уже сказал представитель, который участвовал в конкурсе, действительно, эта работа трудоемкая и команда рефлексирует для того, чтобы записать все свои достижения в отчет, для того, чтобы наиболее выгодно подать те стороны, те аспекты, которым отличается проект от всех других. То, что важно, как хорошую практику озвучить на таком большом торжественном мероприятии, на итоговой конференции и как вот эти хорошие практики свои подсветить в отчете. Поэтому, действительно, с командой собирается руководитель проекта, куратор проекта, советуются, начинают заполнять отчет, и мы понимаем, что это требует время, поэтому мы даем больше времени и, собственно, с июня по окончании августа три месяца на то, чтобы отчет подготовить. Собрать все артефакты, подтверждающие документы, если были публикации, где-то в СМИ уже рассказывалось о вашем проекте, вы можете тоже дать ссылки, чтобы наши ассессоры потом посмотрели и узнали про ваш проект, как он уже освещался в каких-то средствах, и оттуда тоже подчеркнули информацию помимо самого отчета. Поэтому сроки подачи самого отчета мы ждем до конца августа. Последний день августа, перед первым сентября мы собираем все отчеты, закрываем приемку отчетов по проектам и начинаем уже работать с ассессорами. Об этой работе сегодня рассказала Дарья, и мы распределяем двух ассессоров минимум. Если проект комплексный, сложный, мы добавляем еще в команду два ассессоров людей. Один ассессор в год может оценивать только один проект, чтобы не было даже возможности сравнить какие-то проекты между собой и как-то корректировать или влиять на итоговую оценку в баллах. Поэтому, конечно, мы это правило строго соблюдаем. Пул ассессоров у нас теперь большой, растет тоже из года в год, и есть возможность вот таким образом объективность подхода тоже здесь соблюдать. Что касается сроков работы ассессоров, вот здесь у них довольно сжатые сроки, поскольку нужно оценить отчет, проставить оценки в баллах, передать это все в оргкомитет и дальше провести второй этап из тех проектов, которые прошли после первого этапа. Проходит у нас, ну, порядка 98% во второй этап на интервью. Почему? Потому что достаточно дрелые организации участвуют, достаточно хорошие отчеты подают и много документов присылают с тем, чтобы подтвердить тот или иной факт, который описан в отчете. Вместе с тем, есть среди малого бизнеса или начинающих предпринимателей, которые походили по разным другим конкурсам грантовым, знаете, есть такая легкость, что вот я сейчас напишу что-нибудь, и как бы мой отчет пройдет. Вот эти 2% отсеиваются на первом этапе, если уж мы видим, что по содержательной части это совсем не к нам, не к нашему конкурсу, поскольку у нас конкурс, напомню, профессионального проектного управления. И если мы видим на первом этапе, что отчет вообще пустой, никакой, мы, конечно, связываемся с конкурсантом, просим дополнить, если есть какие-то материалы, отчет переделать и так далее. Это все возможно в заявленные сроки. Но тем не менее, бывают вот такие случаи, что мы на второй этап пропускаем не всех, и это хорошо. Второй этап – это проведение интервью. Здесь, опять же, асессоры, те же самые, которые смотрели отчет, готовятся к интервью. Они хотят добрать информацию, которую недополучили в ходе отчета. И здесь уже такой часовой или полуторачасовой разговор с вашей командой очень помогает асессорам глубже понять про ваш проект, ответить себе на свои вопросы, которые у них возникают в ходе чтения отчета, и, может быть, получить еще какие-то, добрать артефакты, подтверждение того, что, да, у вас было сделано это и это в отчете. Дальше у нас включается жюри. Это уже ноябрь. Соответственно, все отчеты асессоров по всем проектам после интервью с уточненной финальной оценкой передается в жюри. Жюри – независимый пул экспертов. У нас не повторяются асессоры и жюри. И мы подаем в жюри все проекты и все оценки в обезличенном виде. У нас члены жюри не знают, какой асессор оценивал какой проект. Да, они, в принципе, всех асессоров не знают. И мы эту объективность точно абсолютно сохраняем и поддерживаем. Статус конкурса достаточно высокий. Мы говорим про высокое качество наших подбурсантов и хороших практик. Мы достойно представляем в аналитическом докладе эти лучшие практики в аналитический центр при правительстве Российской Федерации. И дальше этот доклад, надеемся, перейдет в правительство Российской Федерации, которое занимается как раз реализацией национальных проектов. И хотим, конечно, чтобы это качество из года в год росло, ну или как минимум поддерживалось. Поэтому члены жюри не знают асессоров. Никто не знает из асессоров, кто члены жюри. Мы это сохраняем в тайне. И интрига продолжается до итоговой конференции декабря. В этом году в декабре итоговая конференция будет 5-6 декабря на площадке аналитического центра при правительстве Российской Федерации. И вот там уже представители жюри оглашают результаты. И распределяются места, и награждаются победители. И мы вместе с вами празднуем ваши успехи. Вот таким образом про объективность конкурса. Как я ранее уже говорила и писала тоже в социальных сетях, мы проанализировали порядка 30 с лишним конкурсов по тематикам устойчивого развития, ESG, по зеленым проектам и так далее. Вы знаете, по поводу объективности оценки у меня к ним большой вопрос. Есть конкурсы, я не буду называть примеры, есть конкурсы, после которых к нам приходили конкурсанты, завоевав там первые места, и они очень удивлялись, что здесь надо еще потрудиться, что здесь еще асессоры вопросы задают, что здесь не просто подали отчеты, написали обо что, и мы там поверили, да, что здесь правда нужно показать, что ты профессионал. Вот, и они были очень удивлены, а как так, что у вас за конкурс, но потом, пройдя эти процедуры, сказали огромное спасибо, потому что действительно получили очень много для себя пользы, пообщавшись с асессорами, получив отчет с рекомендациями, и вообще пройдя процедуру нашего конкурса наравне с другими участниками. Это первое. И второе, это то, что конкурсанты к нам возвращаются, поучаствовав в одном конкурсе в первый год, они приходят на следующий год, потому что вот по отзыву, опять же, одного из участников, они сказали, что мы поняли философию, мы поняли, как делать проекты с социальными эффектами, с экологическими, с экономическими. Оказывается, это можно делать гармонично в любом проекте, и для нас это очень ценно. Есть конкурсы, в которых представители жюри и конкурсанты – это одни и те же люди, сами себе подали, сами оценили, в общем, ни методики оценки, ничего особо так непонятно. В общем, это вызывает у нас, как команды-организаторов, огромное сомнение в объективности и в ценности других конкурсов. Вот про наш мы можем точно с уверенностью уже пятый год сказать, что исключены какие-либо не объективные оценки. Асессоры все у нас сертифицированные профессионалы по управлению проектами, абсолютно у всех есть сертификаты, и они достигли больших высот и больших результатов в реализации ESG-трансформации, проектного управления, устойчивых проектов в своих организациях в определенных сферах. Поэтому здесь приглашаем абсолютно не бояться то, что вы получите огромную ценность, огромный опыт, пройдя вот через эти конкурсные процедуры. Что хочу сказать, на чем сфокусировать и какие ошибки по итогам четырехлетнего конкурса допускают конкурсанты, чего нужно точно избежать, и вы это можете, поскольку вы участвуете или смотрите этот вебинар. Значит, у нас есть на сайте четыре важных документа. Первое – это положение о конкурсе, где есть вся формальная информация о нем, о направлениях конкурса, об организаторах и так далее. У нас есть по проектам форма заявки отчета. Это вордовский документ, очень простой, понятный, где написаны по разделам, сколько баллов максимально за каждый раздел может получить команда проекта. И есть методические рекомендации. Помимо презентации еще о конкурсе, ключевой для вас документ, когда вы готовите отчет, вот это методические рекомендации. Они были доработаны, мы совершенствуем тоже свою методику, и в прошлом году мы очень много добавили в качестве примеров, на что обратить внимание, когда вы заполняете отчет, тот или иной раздел. Какие можно привести документы, на что будут асессоры смотреть, обращать внимание. То есть вот это для вас ключевые – форма заявки отчета и методические рекомендации. Как выглядят эти документы? Ну, вот структура отчета, она довольно понятна и проста. Первые два пункта – это, собственно, заявка, которую большинство конкурсантов уже прошло на данном этапе. Теперь мы работаем над структурой отчета. В отчете есть цели, задачи, предпосылки, обоснования и кто люди, команда из основной стороны. В отчете есть обязательно тема устойчивого развития, как закладываются те или иные важные для вас аспекты в вашем проекте на стадии планирования и как мониториться будут достижения этих эффектов или улучшений, которые вы задумали. Какими ресурсами, как обеспечивается проект? Это важно. Выделяет ли организация материальные, информационные, людские ресурсы и так далее? Каким образом это происходит по процессам? По процессам инициирования, планирования и вплоть до закрытия проекта. Здесь тоже поясню, что не все проекты, которые в конкурсе участвуют, должны быть завершены. Крупные комплексные проекты могут пройти одну или несколько фаз или этапов смысловых. Они могут быть на стадии реализации, поскольку срок проекта 5-7 лет и организация хочет подать участие в этом году, не дожидаясь окончания. Это можно. В этом случае вам нужно будет про мониторинг и контроль и закрытие написать в плановом формате, что да, мы планируем вот так мониторить, у нас вот такие-то точки контроля, предложить график, план по контрольным точкам, что-то еще, и тогда асессоры поймут, что да, у вас на определенной фазе проект находится и несколько фаз или этапов еще впереди. Результаты и эффекты, которые вы получили уже, даже несмотря на то, что проект может быть не завершен. Ну, а в завершенном проекте, конечно, как вы померили эти первичные результаты, критерии успеха, достигли, не достигли, что было хорошо, что вы улучшали потом и так далее. И как будет мониториться послепроектный эффект? Вот сегодня тоже представитель конкурсантов рассказывал о том, что уже улучшилось, какие эффекты получили, и как это все на практике работает, как проект получил дальнейшее развитие, будучи завершенным уже, и что в плане постпроектных эффектов организация получает или ожидает, или уже получила. Ну и результаты для участников. Всегда важно, чтобы мы с вами работали для кого-то. Это наши люди, это население. Так, немножко связь перерывалась, да, по-моему. ...с угонных сторон. А вы их опрашивали, вы анкетировали, вы проводили какие-то опросы, или вы писали где-то в публикациях, или вы отзывы получили уже о тех, для кого вы делали проект и так далее. Вот этот ключевой тоже раздел отчета, пожалуйста, обращайте на него внимание. Иногда эффект такой, знаете, вот поработали очень хорошо над пятью разделами отчета, выложили здесь, а на шестой не хватило времени. Знаете, такая нехватка давления последнего, крайнего срока. Вот, пожалуйста, распределяйте время, чтобы у вас шестой раздел, важный, удовлетворенный заинтересованных сторон, он тоже заиграл всеми красками. Это важно, а сессоры обращают на это тоже внимание. Вот я говорила, что данные прям примеры инструмента, это не догма. У вас это может быть в своем формате, в своих таблицах, в графиках, в рисунках, неважно. Важно, что здесь есть подсказки уже в методических рекомендациях, как может выглядеть матрица ответственности, например, как может выглядеть список команды, на что асессоры будут обращать внимание, структура команды. Если она у вас формализована в какой-то схеме, в органиграме, пожалуйста, приложите, не прячьте от нас секреты. Наоборот, достойно и красиво показывайте все, что вы использовали в семье с тематики устойчивого развития. Семь ошибок, про которые точно хочется сказать сегодня. Первая ошибка – это формальные требования заявки либо отчета не соблюдены. Не все поля заполнены, пропустили, упустили, фамилию указали, имя, отчество поставили, инициалы вместо полного. Не указан куратор проекта или не указаны еще члены команды проекта или не поставлена подпись в заявке. Ну, в общем, вот эти формальные требования, пожалуйста, тоже обращайте на них внимание. Из-за этого, не скажу, что снижаются баллы, заявка не играет роли никакой по оценке, но по качеству заявки уже видно, что, наверное, не было достаточно времени или как-то отнеслись не очень серьезным заполнением. Опечатки и небрежность в оформлении. Крайне редко бывает, но, тем не менее, это тоже снижает качество подачи вашего отчета. Логика изложения страдает. Например, в одном разделе, где мы ждем информацию про ресурсы, вдруг рассказываются про процессы. И наоборот. Идет процесс планирования, и там рассказывается очень подробно, как производились закупки ресурсов, товаров и там необходимых людских, человеческих ресурсов на уроке или что-то еще. Вот иногда путаница происходит, и логика сбивается, асессоры тоже не поймут, как оценить. Им не очень понятно, какую оценку ставить, максимально возможную или минимально возможную, потому что не та логика. Не в те разделы записали. И ссылки в приложениях. У нас в структуре отчета есть в самом конце целая страница в табличном виде, куда можно просто список приложений структурировать с обязательным указанием в тексте отчета, чтобы была отсылка в тексте отчета на эти приложения. И асессором тогда очень трудно. Идет речь о приложении 3, все, посмотрели приложение 3, или там картинка, или график, что вы приложили. Слишком мало текста в отчете. Опять же повторюсь, у вас 3 месяца, пожалуйста, распределите по часу в день, у вас будет шикарный отчет. Распределите по 15 минут в день, или как-то еще. Но, пожалуйста, выделите это время, зафиксируйте, чтобы текста было достаточно для того, чтобы провести оценку. И неравномерность сюда же относится. Какие-то разделы очень подробно описаны, а в каких-то одна строка. Экологией мы не занимались. Мы не оценивали влияние проекта на окружающую среду. Ну, хорошо, вы не оценивали в реальной жизни. Но сейчас, на момент подачи отчета, у вас есть возможность как раз задуматься, с командой проекта поштурмить, найти какие-то решения, которые вам помогут проект сделать более экологичным, дружелюбным по отношению к окружающей среде. Не знаю, избавиться от пластиковой посуды в офисе, как первый шаг. Раздельный сбор мусора организовать на площадке. Отлично. Высадить пять деревьев. Шикарно. Вот. Поэтому обязательно текст должен быть гармоничный по всем разделам. Не допускайте, не допускайте такого, чтобы где-то было мало текста. Недостаточность информации влияет на оценку. Не приведены артефакты. Написан текст хороший, но непонятно, было это сделано в реальности или нет. Нет фотографий, нет таблиц, нет графиков. Если в отчете написано, мы структурировали команду, в орг структуру входят такие-то, такие-то члены команды, и эта орг структура не приводится, ну, тогда возникает вопрос, что в ходе интервью надо проверить, а была ли там орг структура, например. То есть артефакты очень важны. Пожалуйста, добавляйте и не стесняйтесь, не прячьте в секрете. Давайте возможность асессорам узнать сразу и всю полную информацию о вашем проекте. Теперь управленческая ошибка. Не выделяется достаточно времени на подготовку отчета. Понимаю, что все мы работаем, и конкурс, и отчет конкурса – это трудоемкая задача. На подготовку отчета мы считали и спрашивали тоже наших конкурсантов 8-10 часов времени на то, чтобы собрать информацию, разнести ее по структуре нашего отчета. Она у вас вся есть. Вы так или иначе своим проектом управляете. Просто она у вас в другом формате. Чтобы с вами требуется время, пожалуйста, выделяйте его заранее, планируйте его заранее, чтобы не было у вас никаких стрессовых ситуаций. 31 августа, а вы сидите 30-го ночью и пишете отчет. Но это вам не нужно, это плохо влияет на здоровье, а мы все-таки за хороший социальный эффект, за то, чтобы счастья и радости у вас было больше. Поэтому к итоговой презентации уже к декабрю нужно будет сделать слайдовую презентацию и видеоролик на полторы минуты. Это другая задача, которая предстоит конкурсанту. И с этим тоже справляются успешно, если выделяют заранее время. Вы 31 августа сдали отчет, и у вас есть возможность после того, как пройдете второй этап интервью с асессорами, сделать презентацию и делать видеоролик. Октябрь, ноябрь, декабрь. Ну, декабрь нет. Вот октябрь, ноябрь, два месяца на то, чтобы презентацию сделать. И сделать такой полуторный ролик. Иногда бывают ролики уже какие-то готовые о вашем проекте. Они снижают качество восприятия. Мы ждем все-таки, как вы управляли проектом, какие эффекты были. Мы не ждем просто рекламный ролик про ваш продукт. Вот типичная ошибка. Нам присылают видеоролики, которые уже готовы. На них не надо затрачивать специальное какое-то время. И стараются сделать так, что минимальными усилиями вроде бы пройдет это видео. Не проходит. И в итоге получается не очень красиво, когда на конференции другие конкурсанты с вами, соревнующиеся в той или иной категории, представляют видео, представляют ролик о проекте. А мы их всегда на конференции показываем абсолютно всем. И ваш проект вдруг без видеоролика. Мы не пропускаем рекламные ролики про продукт. Мы ждем, что вы сделаете его под конкурс полторы минуты. Даже простой записанный в Думе ролик или там в Яндекс.Телемасте, в каком-то таком ВКС формате, уже хорошо разбавленный фотографиями чем-то еще. Он будет специфический про ваш проект и близко к структуре нашего отчета. Если он будет сделан прямо по структуре отчета, это вообще шикарно. У нас тоже такие ролики есть. Смотрите бенчмаркинг и хорошие практики на сайте. Ответственный за конкурс. Иногда бывают смешные случаи. Вот уже финальная итоговая конференция. Мы не можем найти, кто же ответственный за участие в конкурсе. Сколько людей от вас приедет на итоговую конференцию? Кто от вас будет онлайн, кто будет присутствовать в аналитическом центре? Кому мы будем вручать диплом финалиста и так далее? Вот до смешного доходит, но иногда в самом завершении на итоговой конференции не можем добиться, кто отвечает за участие в конкурсе. Либо много ответственных, но в итоге никто. Поэтому тоже обращайте, пожалуйста, на это внимание. На итоговую конференцию можно привозить и нужно привозить всю службу пиар, какая она у вас есть. Очень хорошие практики показывают организации, когда приезжает главное лицо, руководитель, куратор проекта. Они на сцене, их чествуют, они рассказывают про проект. И в зале находится служба пиар, которая фотографирует, интервьюирует, делает какие-то кадры удачные для того, чтобы вы потом в своем информационном пространстве могли о своем проекте в этом достойном конкурсе и в этой конференции красиво рассказать, достойно рассказать. Помимо этого есть, конечно, наши видеографы. Мы заранее планируем интервью с вами о вашем проекте. Мы это тоже потом в огромной такой пиар-компании используем. Аналитический центр тоже это все освещает. Тем не менее, ваша служба, она усиливает эффект того, что вы присутствуете на конференции, вы прошли этапы конкурса, вы получаете награждение, заслуженное признание. И это очень хороший потенциал, который можно использовать как инфоповод абсолютно для своих целей, продвигая свои проекты, свою организацию, свой город, свой муниципалитет или целый регион. Понимаете, это очень важно. Вот те, кто со службой пиар приезжают, они прямо молодцы. Профессионально отработали, получили максимум выгоды, максимум пользы для себя. Что касается пяти советов о лайфхаке, ну, извините, уж английское слово по-прежнему, как-то оно вошло в наш язык. Внимательно ознакомьтесь с методическими рекомендациями. Простенький совет от меня с шаблоном заявки, с требованием к отчету, к видео. Вот все формальные рекомендации, пожалуйста, учитывайте. Тогда вам будет очень просто, легко заполнить, отчет подать, пройти все этапы. И самое главное, асессорам будет понятно и видно историю информации, которую вы предоставляете, про ваш проект, и они здесь могут хорошие оценки поставить, потому что все там правильно и максимально корректно заполнено. Рассматривайте конкурс как мини-проект. Безусловно, у вас идут свои производственные проекты, бизнес-проекты, социальные проекты, которые имеют хорошие сроки, хорошие бюджеты и так далее. Для вас участие в конкурсе может быть, ну, такой задачкой рядовой. Не скажу, что это задачка. Это мини-проект, это очень важный проект, который выстраивается под ваши внутренние цели. Цели участия в конкурсе у всех разные. Поэтому под ваши цели это небольшой проект, и ваша задача здесь получить максимум пользы от этого мини-проекта. Должны быть цели задачи, ответственные, команда, которая выделяет время, ресурсы на то, чтобы это провести хорошо и с максимальной пользой. Учитывайте свои риски, свои возможности, ну, и выгоды, которые вы получаете. Тогда это работа на пользу вашей организации, вам и вашей команде. Люди прокачивают свои компетенции. Извините за арго, не люблю это слово, но тем не менее, да, компетенции действительно совершенствуются в ходе того, как команда проходит через наш конкурс. Как-то раньше мы не говорили о том, что можно пользоваться стандартом Green Project Management P5. По ссылочке можно его найти, скачать на нашем сайте, совершенно открыто, бесплатно, в целом русском языке давно. И это отличное пособие, особенно если вы мало задумывались про полезные эффекты с точки зрения экологии. Ну, не про экологию ваш проект, не про окружающую среду. И у вас какой-то бизнес или социально направленный проект, а нам надо гармонично увидеть, посмотреть. В этом стандарте есть почти 50 элементов, которые описывают категорию социальную, категорию экологическую, категорию экономическую. Все это пособие, вы решаете сами, что в вашем проекте подсветить, как подать, и, пользуясь этим стандартом, структурируете свой отчет. Вот очень хорошее такое, отличное пособие по подготовке отчетов. Поэтому рекомендую тоже скачать, ознакомиться и использовать именно для вас. Ваше участие в итоговой конференции важно. Уже остановилось на этом, да, что пиар – это всегда важно. Ну и, наконец, пятый совет, самый важный. Получайте удовольствие от участия в конкурсе на всех этапах. Вот, знаете, если вы относитесь с радостью к тому, что вы участвуете в конкурсе, если вы гордитесь своим проектом, если вы считаете вашу команду компетентной, классной, достойной показать всей России, вот тогда это происходит с удовольствием, тогда это происходит легко для вас и не кажется тяжким временем. Ой, боже, я должен отчет писать, тут пять ночей потратил уже, все. Вот не надо времени. Просто легко и с удовольствием. Вам должно быть интересно заниматься своим проектом. Вот такой простой совет, но он очень важный, мне кажется, его надо было номер один поставить, но уже в завершение тогда пусть будет так. Таким образом, разобрали с вами семь ошибок, пять советов, которые помогут сделать достойный отчет, пройти интервью, получить максимум пользы, выгоды для своей организации, для себя лично, для своей команды. Поэтому я вам желаю, конечно, успешного участия в нашем конкурсе. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Я заняла много времени, Владимир, знаю. Оксана Алексеевна, большое спасибо, потому что все, что вы сказали, это очень важно и практически познавательно. И в связи с этим, вот мудрая рука заботы проектового альянса, вот как постучаться к вам, по каким телефонам или на электронную почту представителям бизнеса, органов государственной власти, некоммерческого сектора, на региональном, на муниципальном, на федеральном уровне, для того, чтобы в первом касании получить обратную связь. Вот желание есть, а вот как соотнести возможности? Желание есть, чувствует энтузиазм. И вот можно ли в проектовом альянсе получить вот это первое касание, как проконсультироваться, как оформлять заявку? Может быть формально все понятно, а вот интуитивно, психологически какой-то барьер есть. И поэтому вот кто у нас может дать обратную связь, или вот у нас есть специальные, может быть, консультанты, как предварительная консультация, чтобы люди психологически замотивированы были, да, приступаем, готовимся, участвуем, пошел процесс. По вопросам участия лучше всего в этом случае воспользоваться либо телефоном, который указан на сайте и проектного альянса, и конкурс. Всегда работает, мы всегда на связи, либо написать письмо на почту конкурса, и мы ответим. И можно задать вопросы в том числе и по заполнению отчета, либо заявки. Потому что если с какой-то трудностью, со сложностью или непонятно, что писать в том или ином разделе, да, это может сделать оргкомитет. И у нас, как я говорила, да, объективность оценки, она соблюдается. Те люди, которые могут вам подсказать, как писать отчет, это оргкомитет, в котором есть сегодня выступала наша руководитель Ирина Ткачева, есть Галина Васильева, которая работает с асессорами, есть целая команда людей, которая делает конкурс, есть администратор, и есть Маргарита Прудникова, которая работает со всеми конкурсантами. Маргарита – это наш менеджер, который отвечает как раз за коммуникацией. Поэтому звоните Маргариту Прудникова, либо кто-то из нашей команды всегда подскажет, что писать в отчете, каким образом тот или иной раздел понимать и требования этого отчета понимать. Поэтому, да, можно обращаться по телефону и на почту конкурса. Да, большое спасибо. И можно следующий слайд. Да, вот здесь можно контакты посмотреть, и еще будет презентация, и один из слайдов – это будет фотоальбом по предыдущим конкурсам, который можно будет посмотреть. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами, и мы еще раз приветствуем, и самые теплые пожелания тех, кто будет смотреть на записи, спикерам тоже искренняя благодарность. И тогда, если позволите, мы наш вебинар завершаем. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова